Продолжение следует... 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 Буду очень рада их голосу. Вы знаете, первую дискуссию, которую мы сейчас начнём, хотелось бы вокруг двух тем повернуть. Первая история — это как раз о том, о чём говорила Татьяна, как изменилась наша нормальная, стандартная, рутинная практика проведения клиноисследований с учётом пандемии комит, что случилось, как перестроились процессы, какие проблемы возникли. И второй момент, наверное, — это некий такой взгляд в будущее, потому что ковид подтолкнул нас к значимым переменам. И есть такое понимание, что, наверное, часть из того, чему мы научились в эту пандемию, мы возьмём с собой и в постковидную жизнь и сможем применять на практике более активно, чем мы это делали ранее. И, наверное, Анатолий Николаевич, я хотела бы спросить вас. Расскажите нам, пожалуйста, как, я точно знаю, что жизнь вашего центра и подходы к проведению клиноисследований изменились вот в эти несколько месяцев. Поделитесь с нами, насколько, что было самым критичным для вас, какие основные проблемы, которые перед вами стояли в этой пандемии. — Спасибо за вопрос. Я только можно, так как я пришёл не один, я пришёл с друзьями. Там вот в пальмах Сан Саныч, там, да, у него очень красивая аватарка, там, или как это правильно называется, фон Сан Саныч. Людмила Григорьевна где-то, Жукова только что была, выскочила. И Алексей Васильев, да, то есть это как-то мы, как в старые добрые времена, мы одни не ходим, да, мы ходим компаниями. Так вот, как поменялась жизнь, но, наверное, сейчас уже в то время, когда уже острота... — Единственное, я вас не вижу. Вот это так должно быть? Вы скрываетесь от нас, или... — Нет, а вы, ребят, как-то надо вывести, наверное, как мы с вами договорились, чтобы все были лица видны, и... — Лица вижу, а вас нет. Вот, теперь да. Теперь вы появились. Всё отлично. — Ну, здорово. Вот, Людмила Григорьевна тоже появилась. Вот, вы попозже немножко, Людмила Григорьевна, подсединились. Мы сейчас говорим о том, что как поменялась жизнь исследовательских центров в зависимости от коронавируса, от ковида. — Я с самого начала. — Серьезно? Серьезно? Ну, у меня тут, видимо, потом... — Я давно тут сижу, называется. — Я за всеми смотрю. — Я даже вопрос написала, и хочу получить на него ответ. — Ага. — У вас будет, возможно, в устной форме задать. — А потом мы на ваш будем. — Алло, веро ты. — В общем, я вкратце, потому что у нас действительно тема актуальна. Наверное, самое основное, что поменялось, это то, что действительно во время сложных ситуаций люди начали как-то более сплоченно решать общие проблемы. Да, это было замечено. В этом отношении очень хорошо заработал наш институт в партнерстве с рядом фармкомпаний крупных, потому что все предлагали свои какие-то инструменты, в том числе дистанционные. Кто из компаний был, ну, вообще заточен под решение проблем удаленного мониторинга, мы, в общем-то, всех могли удовлетворить, да, были использованы разные инструменты. Единственный минус, что не было какого-то единого подхода, там не было, что вот там, вот мы все используем, например, облако iCloud, например, все, и давайте все используем. Нет, там кто во что гораздо использовали, и поэтому из-за этого было сложно. Ряд спонсоров даже более того пошли на заключение доп. соглашений, что тоже оказалось приятным и хорошим упрощением деятельности. Некоторые компании, да, ну, я пользуюсь случаем поблагодарить компанию РОЖ, например, они прислали нам огромную коробку с респираторами, да, и при этом там тоже методологически помогали. Поэтому в плане, вот мне добавить к презентации что-то сложно, там все перечислено, да, и все вот отправки лекарственных препаратов пациентам на дом, да, и визиты с помощью, там, привлечения родственников, потому что иногда курьеров нельзя было отправить. Единственное, знаете, вот что я хотел сказать, наверное, вкратце так своего ответа, я, наверное, не буду больше растягивать. Пример был, что не так хороши курьерские службы и не так хороши заборы кровевендорами. У нас пациентка пожилая достаточно была, к ней, вот, как она рассказывала, сижу, я, значит, на кухне все подготовил, там чайничек, там все, ну, она так взрослая, ей вот для нее это такое действие такое важное, она ждет, когда придут к ней, там, доктора брать анализы, там заваливают вот эти инопланетяне в костюмах, там, в уличной этой обуви, прорываются к ней на кухню, там, берут у нее, там, из ротоглотки, там, да, и, там, анализ, она, там, бедно и плачет, там, в слезах, и больно, все молча уходят, там, типа, все, там, ваши анализы будут, там, у кого надо, и все, и вот примерно так. Мы после этого, услышав эту историю, мы у себя в институте внедрили практику выполнения анализов для всех участников клинических исследований своими силами, ну, вот это был наш ответ на какой-то тревожный сигнал. А все остальное, я думаю, что вряд ли мы чем-то отличаемся от других центров, все, ну, в таком, каком-то, не знаю, формате. Потому что в любом случае то, что происходит в клинических исследованиях, исследовательские центры, они, ну, могут быть либо активными, либо не очень, но, наверное, музыка, да, это от заказчиков исходит. Мы просто выполняем то, что вы говорите. Все. Спасибо большое. Дмитрий Григорьевич, добавите что-нибудь? Ну, если позволить, буквально пару минут, что сделали мы? Ну, у нас весь центр на время карантинов и ограничительных всех этих мер была предоставлена услуга для всех пациентов старше 65 лет, возможности транспортировки на визиты и домой на такси за счет учреждения. Это очень помогло сохранить преемственность лечения. И ряд компаний пошел, и за это им огромное спасибо, пошел на то, что пациенты, участники исследований также транспортировались на такси за счет компаний. То есть кого мы не могли, кого могли мы транспортировать за счет компаний, участников исследований, а просто пациенты старшей возрастной группы доставлялись за счет средств учреждения. И столкнулись уже под конец ограничительных мер с проблемой выявления носительства антител. Не успели мы договориться заранее о том, чтобы каким-то образом отладить эту процедуру в случае, какие тесты принимаются, как положительные, какие нет, потому что, сами знаете, все поменялось за время пандемии. А в целом могу отметить, что все имевшиеся ограничительные меры не привели к ухудшению работы сайта. И большое спасибо за это нашим мониторам, которые день и ночь были с нами на связи. И всем, кто помогал нам справиться с преемственностью и с соблюдением всех нормативов на время этих ситуаций. Но у меня все-таки есть вопрос. Прозвучало, что происходило удаленное подписание информированных согласий. Поясните, пожалуйста, я себе по-другому представляла процедуру подписания информированного согласия. Если это действительно так, может ли это в дальнейшем использоваться в мирной жизни? Коллеги, представители спонсоров, есть ли кто-то, кто хотел прокомментировать этот момент? Ольга, наверное, я попрошу вас. Да, добрый день, коллеги. Ну, наверное, и в дальнейшем, скорее всего, мир будет использовать те наработки, с которыми мы столкнулись и вынуждены были применять на практике в период эпидемии. И, ну вот как уже Татьяна сказала, мир давно шел к децентрализации клинических исследований, то есть когда пациент приходит не в клинический центр, а клиническое исследование приходит на дом к пациенту. И, ну вот мое мнение, почему нет, это как раз-таки вот эта эпидемия подтолкнула нас к тому, что мы можем это начать применять, использовать активно, если пациент не может по каким-либо причинам приехать в центр и подписать информированное согласие. То есть эту опцию можно использовать, тем более мы уже практически умеем это делать. Спасибо большое, Оль. Сергей, добавишь что-нибудь? Ну, подписание информированных согласий удаленно компания Pfizer сама с этим не сталкивалась, но в принципе, в принципе, есть, безусловно, механизм определенный. Во-первых, неплохо бы сам этот процесс, как новое согласие, одобрить в этическом комитете, что есть возможность удаленного подписания формы информированного согласия. Это раз. Два, процедура должна быть четко прописана. Это может быть и удаленное общение, как мы сейчас с вами, там, по Zoom, WebEx, общение пациента и врача. Но, что я хочу подчеркнуть, как бы не включалась у нас такая вот удаленная, удаленный момент в нашей работе, ни в коем случае не должен быть исключен тот момент, что пациент и врач-исследователь обязательно должны обсудить содержание информированного согласия, это раз, и пациент должен получить ответы на все свои вопросы. Zoom, WebEx, голубиная почта, whatever, это должно быть зафиксировано, но это, это опускать нельзя. Это очень важный момент. Спасибо большое, Сергей. Может быть, со своей стороны просто два слова добавлю. У нас в Байере такой процесс был разработан. Естественно, это было не для новых пациентов, не для тех, которые впервые пришли в центры, а скорее это была история некий фоллоуап, или когда дополнительная информация пациенту доносилась, и это было как изменение протоколей, в том числе в связи с ситуацией ковидной. Но все остальное я соглашусь с Сергеем, то есть все процессы, действительно, это идет общение, ответ на вопросы. Но мы в компании решили, что все-таки мы хотели бы видеть живую подпись пациента на этом согласии, поэтому в нашем случае мы использовали такси, то есть такси возил пациенту обе формы, он их подписывал и потом привозил обратно врачу. Но это, конечно же, не пациенты с ковидом, да, то есть я подчеркну, то есть это не про исследование с пациентами с ковидом, это обычные пациенты в обычном исследовании, которые действительно имели проблемы с посещением центра. И вы знаете, вот Сергей тоже уже это упомянул, и я, наверное, хотела бы задать вопрос Александру Геннадьевичу именно в качестве его роли как председателя локального отечественного комитета. И у меня, знаете, у меня к вам вопрос, ну, может быть, чуть-чуть более шире. То есть сейчас в связи с пандемией многие процессы поменялись. Мы говорим про удалённый процесс подписания согласия, мы говорим про визиты на дому, мы говорим про то, что пациент не ходит в центр и не получает препарат там, а он приезжает к пациенту на дом. С вашей точки зрения, вы ожидаете от исследователей и от компаний-спонсоров информирования вас как ЛЭКа? Или вы хотели бы видеть все эти процедуры и, скажем так, одобрять их? То есть вот какова позиция вас как председателя ЛЭКа на вот эти перемены, которые мы все были вынуждены учесть в сложившейся ситуации? Уважаемые коллеги, здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Благодарен организаторам конференции за то, что в этих сложных условиях вам удалось собрать у нас всех вместе в таком виде найти способ для того, чтобы мы могли пообщаться и обсудить все проблемы, с которыми мы столкнулись в последнее время. Действительно, как председатель локального этического комитета, те изменения, которые были представлены в докладе, то, что мы сейчас обсуждаем, требуют рассмотрения этическим комитетом, так как одна из функций этического комитета – это обеспечение благополучия пациентов, кроме защиты прав и обеспечения безопасности. И вот на что я хотел бы обратить внимание, вот когда я готовился к этой конференции, первое – это то, что исходно одобряя клиническое исследование, немножко я уйду в сторону от того, что говорил сейчас, нам необходимо, нам это и сотрудникам центра, и спонсору, и локальному этическому комитету, учитывать ситуацию ограничения доступа пациента к медицинской помощи, как после участия в клиническом исследовании. То есть, если пациент прогрессирует, или если пациент по причине непереносимости лечения не может его продолжать, соответственно, мы должны четко понимать, куда он может быть маршрутизирован. И это не какой-то виртуальный путь, потому что мы сейчас знаем, что многие учреждения перепрофилированы под ковид, и во многие специализированные лечебные учреждения достаточно сложно первичным пациентам попасть. То есть, либо мы должны понимать, что мы можем предоставить пациенту лечение на базе своего учреждения в рамках либо других программ, либо в рамках ОМС, либо мы должны иметь какие-либо договоренности с учреждениями, где он может продолжить лечение. То же самое касается не специализированной онкологической помощи, а любых других ситуаций. Например, с нашим пациентом может потребоваться помощь хирурга, терапевта и так далее. И мы, опять же, четко должны понимать, где он ее получит, потому что сейчас мы столкнулись с тем, что поликлиники не работают, не работали до последнего времени, плановая госпитализация была запрещена, а с экстренной госпитализацией также были достаточно большие проблемы. Что касается вопроса удаленного подписания информированных согласий, я согласен с тем, что вопрос с повторным, с переподписанием, он более, так скажем, может быть, просто решен, потому что пациент уже согласился на участие в исследовании, он понимает, о чем идет речь. А вот при первичном подписании здесь важный момент того, что использование каких-либо интерактивных технологий, по общению пациента и лечащего врача, оно уже подпадает под понятие телемедицина. И вот первичная консультация в рамках телемедицины, она должна быть все-таки очной. И вот как раз в рамках этой очной консультации, я думаю, что правильно подписывать информированное, ну, обсуждать участие в исследовании и решать вопрос о подписании информированного согласия. По крайней мере, предлагать участие в исследовании, предоставлять для ознакомления пациента форму информированного согласия и только таким образом решать этот вопрос, потому что телемедицина подразумевает возможность только повторных консультаций, и то в достаточно ограниченном режиме. Если мы касаемся То, что разрешает нам Минздрав Спасибо большое Да, ну что, наверное Это такая Ваш ответ не удивил никого Что мы действительно должны быть очень аккуратны И да, конечно Применять новые подходы И быть в какой-то степени креативным Когда такая ситуация возникает Но при этом действительно помнить О всех основополагающих требованиях GCP, законодательства И закон о персональных данных И так далее То есть у нас очень много ограничений Которые нашу креативность В определенные рамки загоняет Что, наверное, и правильно Вы упомянули один момент И очень хорошо мы сейчас подошли К этому, к точке Потому что вы сказали, что действительно Пациенты часто возникала проблема Куда их сориентировать Как-то центры закрыты Под ковид или перепрофилированы Вы знаете, у нас был вопрос Который мы хотели бы задать аудитории Если я могу попросить организаторов Вывести его на экран Я надеюсь, что наша аудитория Которая нас слушает Имеет возможность Главное, какой вопрос? Скажите, и они выведут Номер один Мы все последовательно Вопрос наш касается Касается Возникли ли сложности В исследовательском центре При проведении Радиологических исследований Вот если у вас Есть возможность Вывести этот вопрос Нам бы очень хотело Понять позицию аудитории Если кто-то из коллег Его увидит на экране В отличие от меня Вы не сигнализируете Сейчас Нет, привет Выводите в эфир вопрос тогда Только почему-то Номер три у вас вопрос там Сейчас, Ксения У нас тут все будет идеально Так, все Это тот вопрос Который вы хотели? Я пока Испытал ли ваш клинический центр Сложности при проведении Радиологических исследований По протоколам Да, вопрос звучит таким образом Вот, наверное, я сейчас его увидела Вопрос звучит таким образом Испытал ли ваш клинический центр Сложности при проведении Радиологических исследований По протоколам Клинических исследований Во время ковида И там есть четыре варианта ответа Да, пациенты отказывались Приходить на КТ-МРТ Да, были сложности записать пациента на КТ и МРТ в связи с загрузкой оборудования. Да, были другие сложности, и сложностей не было. Если мы можем попросить нашу аудиторию отметить правильный для них ответ, давайте дадим секунд 20 коллегам сориентироваться. Сейчас буквально мы дадим несколько минуток, чтобы загрузили нужную страничку. Кто смотрит нас через YouTube, пожалуйста, зайдите в описание. В описании есть ссылочка на специальную страничку, на которой можно проголосовать. И там есть ID этого голосования. Нужно немножко дать, по опыту я уже знаю, что 3-4 минутки надо дать, чтобы все нашли. Прекрасно. Тогда давайте, пока мы собираем ответы от нашей аудитории, я, может быть, тот же самый вопрос адресую Рашиде Вахидовне. Я не вижу вас пока на экране, если у вас есть возможность включить камеру. У нас нет Рашиде Вахидовна в эфире, к сожалению. Но вот я видел, что Людмила Григорьевна тянула руку прямо в желании высказать свое мнение. И Александр Александрович там вот... Отлично. Тогда, пожалуйста. Я могу сказать, с чем столкнулись мы. К сожалению, у нас ввиду строительства нашего нового корпуса, наша стентиграфия уехала в соседнюю клинику со всем оборудованием и командой, а эту клинику закрыли на ковид. И мы остались вообще без отдела стентиграфии. Но нужно отдать должное. Наши спонсоры, компании, с которыми мы проводим клинические исследования, очень быстро отреагировали на возникшую проблему. И в кратчайшие сроки по ДОП-соглашению мы смогли отправлять на необходимое исследование в другое учреждение. То есть оперативность решения проблемы заставляет просто восхититься. Вот такая вот с компьютером томографии у нас и МРТ проблем не было. А вот с стентиграфией вот такая случилась у нас незадача интересная. Кто бы мог ожидать? Да, спасибо большое. У нас еще, да, был один комментарий? Ну, пару слов. Конечно. У нас более, так сказать, сложная история была. Пациенты проходили на плановое исследование, не только по клиническим исследованиям, а и основной поток, который в клинике шел. И случайной находкой было КТ-2, КТ-3 в плане ковида. После этого аппарат останавливался на дезинфекцию и на обработку. Сдвигались очереди. Пациентам действительно иногда приходилось переносить на день, на два. Но здесь как бы ничего не сделаешь. Эти меры предосторожности, которые, по крайней мере, пытались выполнять. Благо аппарат не один в центре, но несмотря на то, что их там 5 или 6 или 7, я не знаю точно цифру, на каждом из аппаратов это было. В особенности те исследования, которые требовали выполнения МРТ, поскольку МРТ у нас всего два. Спасибо большое. Да, вот мы... Очень важно, чтобы этим поделились, потому что Сергей Добровин как раз очень хотел, чтобы мы услышали вашу точку зрения и увидели ответы аудитории, потому что хочется быть, может быть, немножко более готовым. Если так случится и если вдруг у нас будет вторая волна и будут подобные ограничения, то, конечно, нам бы очень хотелось со стороны спонсоров продумать эти вопросы и продумать, может быть, какие-то бэкап-планы и найти дополнительные мощности и ресурсы для того, чтобы наши пациенты не оказались в ситуации невозможности проведения этого исследования. Спасибо большое. У нас есть небольшие результаты уже, ну, не то, что большие. Да, покажите нам, пожалуйста. Первые, да, выводите, ребят, да, и Сергей поднимал руку. Это так, у меня есть секретный, так сказать, экран, я все вижу. Буквально на два слова. Да, так вот, я не знаю, коллеги, видите результат или нет, потому что через Zoom там очень мелко, я озвучу. Очень мелко. Да, я озвучу, что победил четвертый вопрос, это 63%. Второй в рейтинге, второй вопрос, да, более сложности записать пациента, в связи с загрузкой оборудования, что тоже понятно. Как вы думаете, на третьем месте какой вопрос, какой ответ? Коллеги? Я думаю, второй. Нет, вот самый распространенный ответ – это четвертый, потом идет второй, и вот третье место, на третьем месте какой? Ну, наверное, отказ пациентов. Да нет, там два вопроса. Первый и третий заняли одинаковое количество процентов. Ах, вот в чем. Да, поэтому вот там, в чем интрига. Ты вот в чем там подковырил. Вот там, в чем интрига. Ну, в целом, еще вот какая у нас была сложность, это то, что, ну, пришлось поменять логистику пациентов. Мы же, как в свое время наш центр планировали перепрофилировать, да, потом этот план не состоялся. И у нас было развернуто большие мероприятия по поводу того, чтобы наладить логистику новую, там, вход пациентов и там подобное. Но эти работы, они были выполнены достаточно оперативно. Но мне кажется, они во всех центрах, ну, прям, это как-то удивительно, всех сплотились и, ну, работали быстро. Ну, так вот, были вот такие технические сложности, что, допустим, с 9 до 2 это пациенты с подозрением, потом какая-то санобработка, потом с 3, там, допустим, до 5 и все остальные. Вот. Это вот с моей стороны, да. Спасибо большое, коллеги. Ну, тогда, раз уж мы научились, мы, в смысле, аудитория научились отвечать, может быть, тогда мы, не утрачивая этот навык, откроем и второй вопрос для нашей аудитории, тем более, что время у нас бежит. Второй вопрос. Коллеги из технической службы, буду очень благодарны, если сможете открыть вопрос, который так и называется номер 2. И говорит он об изменилось ли ваше отношение к удаленному мониторингу во время ковид. Да, изменилось в лучшую, да, изменилось в худшую, нет, не изменилось. И пока наша аудитория голосует, нам тоже бы очень хотелось услышать мнение исследователей по этому поводу. Насколько для вас, как у вас изменилось ли отношение к этому, потому что сейчас очень многие компании перешли на удаленный мониторинг, даже те, которые ранее так не работали, насколько для вас это оказалось значимой проблемой, или наоборот, вы нашли в этом какие-то позитивные стороны. Единственное, можно не ваши технические комментарии. Коллеги, кто заходит в голосование, да, вот эти вопросы, они прямо вот в вашем личном кабинете при голосовании. У вас вот эта страничка в Explorer или Safari, чем вы пользуетесь, она обновляется в зависимости от того, что говорит Ксения, новые вопросы возникают. Поэтому нам не обязательно, наверное, эти вопросы выводить на экран. Или выводить, как скажете, Ксения, так и сделаем. Ну, я думаю, что мы их все равно не видим, но, по крайней мере, я вижу очень маленькое окошко с очень маленькими буквами. Я могу зачитывать их вслух для того, чтобы нашим всем участникам было понятно, о чем мы спрашиваем аудиторию, тем более, что об этом же я их спрашиваю и их. Вот, но если для аудитории не важно, чтобы мы их выводили, можем не выводить, если они уничтожены. Но, Ред, выводите тогда, давайте выводите на экран место изображения всех нас, потому что, может быть, по меньшей мере, как-то у кого-то... Привлечем внимание. Ну, кто-то, да, даже если не проголосует, задумается. Да. Итак, коллеги, кто бы хотел свою точку зрения высказать относительно удаленного мониторинга? Для кого это стало большой проблемой, а для кого, может быть, наоборот, отличным решением? Ну, я, так сказать, сюда, ближе к микрофону, позвольте. Я про что хотел сказать. На мой взгляд, это очень хороший инструмент. Другое дело, что в какой момент возникнет сравнение, допустим, тех же самых сканов с оригиналом. Потому что у нас большой богатый опыт появился в некоторых исследованиях, где мы все визиты сканировали, выкладывали там под паролем, под логином, давали доступ к монитору, все там деперсонализировали, все это как, ну, такие абсолюты этой деятельности. И нам это очень понравилось, ну, прям очень. Я могу сказать, что это даже вот в практике бы оставить. Но другое дело, что, наверное, сами компании не очень согласятся принимать сканы. В какой-то момент возникнет вопрос, посмотрите, что же там все-таки они насканировали. Вот если был бы какой-то такой универсальный механизм, где ты бумажку кладешь и скан равен бумажке, то это было прям идеально. А вообще это, я с коллегами разговаривал, это всем очень нравится. Особенно, когда есть для этого ресурсы. Артем Николаевич, я просто хотел прокомментировать, хотелось бы, чтобы такое было. Так такое уже есть. Такое уже есть в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе, так называемый EMR, Electronic Medical Records. Если он существует, то вопрос с удаленным мониторингом как-то, в общем-то, решается сам с собой. К сожалению, в Российской Федерации центров, которые бы соответствовали Code of Federal Regulation, соответствующему разделу их, ну, приблизительно ноль, плюс-минус. Но ведь, может быть, рано или поздно мы как бы начнем строить и такие системы. И тогда, тогда, на будущем, скажем так, эпидемиям, пандемиям, катастрофам и так далее, мы будем готовы еще лучше. Вот. Но я просто к тому, что спонсор знает, как бывает удаленный мониторинг первичной документации в идеальном виде. Он есть, существует. Да, ну тогда, если бы существовал у нас абсолютно идеальный вид, что тут было бы обсуждать. Да, мы сейчас как раз и говорим о наших реалиях и о том, насколько мы готовы или не готовы вот в той инфраструктуре, которая существует сейчас в центрах исследовательских. Потому что, да, я согласна абсолютно, имея электронные медицинские карты, там не надо ничего никуда отправлять, выкладывать, просто давая ограниченный доступ и, в принципе, все. А лучше еще соедини их со своей базой данные. И вообще не нужно делать мониторинг, да, просто подтягивай данные, обрабатывай. Но, наверное, это наше будущее. Вопрос, насколько оно близкое или далекое, ну, покажет, наверное, время. Не хотелось бы лишать вас иллюзий, но тем не менее, да, просто цифровизация практического здравоохранения, она проводилась в свое время достаточно своеобразно, что в каждом учреждении стоит своя медицинская информационная система. Да, если там мы возьмем, например, опыт Германии, там основным инвестором цифровизации были страховые компании, потому что они были заинтересованы в этом больше всего. Здесь у нас такого не было, было совсем по-другому все выстроено. Не страховые компании регламентировали проведение цифровизации, а именно лечебные учреждения. Лечебные учреждения делали для себя удобные и полезные продукты. И сейчас под потребности, например, тех же самых клинических исследований вообще никогда не были заточены. И сейчас, которые выходят новые продукты на российский рынок с предложением внедриться в МИС и получать нужные данные для клинических исследований, это все пока в основном обречено на неуспех. Но вопрос возникает, наверное, в этой сессии такой же, как и в предыдущих. Кто за это будет платить? Вряд ли ведь фармкомпании в этом заинтересованы. На том объеме рынка, который сейчас существует в клинических исследованиях, и лечебные центры не очень заинтересованы, потому что для больших исследовательских центров, имеется в виду национальных медицинских центров, вклад клинических исследований в оказание медицинской помощи недостаточно большой. Поэтому вот если есть какой-то, например, продукт, и к тому же говоря, спонсор тоже пошел достаточно забавным образом, вы набрали огромное количество разных информационных продуктов и пытаетесь в эти информационные продукты подсадить каждый в свой исследователь. И у каждого исследователя сейчас, я не знаю, там, Сан Саныч, сколько у вас доступов, я не осмелюсь прямо-таки сказать, там, их больше семи точно, семь-восемь доступов. Но народ страдает. В разные системы, да, и при этом это то же самое, что если бы у вас было бы, не знаю, там, 15 всяких мессенджеров, вы бы не пользовались ни одним толком. Да, и тут, в общем, надо бы, наверное, и всем нам договориться, что вот есть, например, там, какой-нибудь там X какая-то система, и она вот прямо всеми принята, и как-то... И можно все те же самые данные выгружать, почему нет, но только она должна быть какая-то одна и всеми одобрена. Но я думаю, что это невозможно, честно сказать. Ну да. Апсер Николаевич, пару слов можно еще? Да, конечно, конечно. Я хотел просто сказать то, что понятно, что медицинские системы в клиниках это вопрос такой, скажем так, ну, в лучшем случае, десятилетний в нашей стране. В лучшем случае. Те системы, которые разрабатываются Минздравом на сегодняшний день, они не закладывают в себе параметров, которые устраивали бы проведение клинических исследований как со стороны следователя, так и со стороны спонсора. Но поскольку здесь собралось достаточно много представителей общих интересов, я бы все-таки просил бы не останавливаться и не ставить на этом крест в ожидании того момента, когда возможная электронная выгрузка с ограниченными доступами, то, что вы говорили, это идеал. А вот промежуточный какой-то цифровой продукт, мы все-таки в 21 веке живем, и действительно такой удаленный мониторинг, я бы сказал, это более положительный опыт, нежели отрицательный в условиях даже тех, которые сейчас есть ковидно. Это нужно думать, это очень неплохо, это экономит время, это структурирует рабочий график, и останавливаться на этом... Можно попытаться подумать о каких-то действительно промежуточных моделях в рамках нашей страны. Спасибо огромное. Очень позитивный взгляд в будущее, это очень здорово. У нас есть один еще вопрос последний для аудитории, чтобы нам завершить эту панельную дискуссию. Если можно, выведите его, пожалуйста, тоже на экран. Это тоже вопрос, знаете, про некий... Отталкиваясь от ситуации, связанной с ковидом, но вопрос про будущее. Мы говорим о том, что в рамках пандемии многие процедуры, некоторые процедуры были перенесены на дом к пациенту. И это такой был шаг к тому, что вот сейчас пилотируется во многих... Ну, там, не знаю, во многих ли странах, но в Штатах точно. Они называют это decentralized clinical trials, то есть когда часть процедур переносится к пациенту на дом вне зависимости от пандемии. И вопрос звучит таким образом, что перенос некоторых процедур, протоколок или исследований на дом к пациенту, ну, например, забор лабораторных анализов или выдача препаратов на домой и прочее, это... И у нас есть с вами три варианта ответа. Это отличное решение, так как это облегчает пациенту участие в клино-исследовании. Это возможная опция, но лишь для ограниченного числа протоколов из-за их сложности. И это не оптимальное решение. И пока у нас аудитория голосует, я бы, может быть, попросила высказаться, высказать вашу точку зрения по этому поводу. То есть речь идет, еще раз, не про то, что мы делали из-за пандемии, а про то, что, возможно, будет нашим ближайшим будущим, просто потому что мы научились это делать в рамках пандемии, и мы теперь хотим перенести это в нашу нормальную практику. Вот как, на ваш взгляд, это рабочая для нас схема, это оптимальная схема или, скорее, нет, чем да? Да, конечно, да. У нас тут рука есть. Да, да, я как раз хотел сказать, да. Ну, я, честно скажу, я проголосовала пунктом 2, потому что, действительно, часть процедур мы можем с легкостью и на будущее перенести на удаленку, в частности, доставка препарата, если это речь идет о таблетчированном варианте. Но такие процедуры, как заборы крови, требующие центрифугирования, холодовой центрифуги, одномоментного изготовления нескольких образцов нативных, сбора плазмы, заморозки и так далее, не может быть перенесено на удаленку, потому что условия транспортировки это накладывает и нарушение технологии, и я не говорю уже о финансовой нагрузке, которая ляжет либо на сайт, либо на спонсора. А вот часть процедур, повторяюсь, например, дневники, опросники могут быть предоставлены пациенту дистанционно и потом забраны, получены в заполненном виде, потому что, как правило, то, что мы отдаем пациенту, она же не при мне сидит, заполняет дневник. Я потом только проверяю этот опросник. Но анализа крови нет, и все процедуры, которые требуют либо участия врача, либо квалифицированные медсестры с последующими какими-то действиями, не могут и не должны быть унесены на удаленку. Спасибо большое. Есть ли какие-то отличные мнения? Противоположные, другая точка грани. Да, конечно, да-да-да. Я бы, наоборот, чуть-чуть попытался бы повернуть в сторону вот таких вот аутсорсинговых дел, когда, конечно, протокол специфичной вещи, они уникальны для каждого исследования. Но есть достаточно простые исследования, где не требуется, по большому счету, это. Посмотрели, взяли анализы крови, доставили препарат, там, например, та же гормонотерапия, которая с понятной токсичностью, с дневниками, которые заполняют пациенты. Тоже была мысль, но здесь, опять-таки, это все зависит от конкретного пациента. Если это молодой возраст, это одно. Если это пожилая бабушка 80 лет, то это совершенно другое. И дистанционные эти варианты, они не сильно приемлемы. Но двигаться в этом направлении тоже стоит. Это тоже очень интересная тема. И если мы сейчас говорим, я говорю, со стороны онколога, то я мало вижу таких исследований, которые можно было бы так дистанцировать. А если взять ряд других специальностей, то там намного больше этот пул. То есть вы за дифференцированный подход, но при этом все-таки за движение в этом направлении в будущем? Да, конечно. Отлично, спасибо большое. Артем Николаевич, покажете нам ответ аудитории? Мне кажется, мы не смотрели ответ на второй вопрос, и если готов на третий, нам тоже будет. Как не смотрели на второй? Смотрели, да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Окажете нам? Да, разумеется. Ответ у нас, в общем-то, доказывает, что аудитория осознанная, да, и решение принимает взвешенное. Второй вопрос у нас... То есть номер два? Да, 75%. Но нашлись люди с индивидуальным подходом тоже. Понятно. Спасибо огромное всем. Тогда я... Спасибо. Спасибо. Спасибо.